Ну, русский и грек, братья навек, это, конечно, смешно, но с китайцами мы один раз уже обожглись по поводу братства. Вообще, понятие братских народов, а вот Украина, яркий пример, понятие братских народов, наверное, из языка международной большой политики надо исключить, потому что, как говорил, по-моему, Черчилль, да, если не изменяет память, у Англии нет постоянных друзей, есть постоянные интересы, ну, хотя есть и друзья, как Соединенные Штаты. в тесные связки, но, тем не менее, значит, у нас все-таки греки нам подарили веру, в этом смысле мы близки, мы, в общем, и те, и другие не очень любим работать, хотя, наверное, в какой-то степени это, наверное, свойственно больше и больше части этносов мира, кроме, может быть, японцев и китайцев, где работа является, так сказать, национальной идеей как раз. Вот, я считаю, что греки использовали наш в лице Ципроса и его приезда тогда во время переговоров, финальной стадии переговоров по долгам, когда он приехал на Петербургский экономический форум, это классический шантаж, типа, ах, вы не даете, не хотите моих условий, но я пойду в Россию денег попрошу. В общем, понятно, что Россия денег дать не может в нужном объеме, не полтора миллиарда долларов, а серьезные деньги на покрытие, там, значительной части долга и потом на реформы. Это, в общем, было понятно заранее, такой элемент политической и внешнеполитической игры, вы знаете, чем все закончилось? Здесь так Ципроса по телевизору пиарили, что вот, наконец-то, смелый европеец против гегемонии Германии, которая управляет Соединенным Штатом, чем все закончилось? Они в результате приняли еще более жесткие условия, чем обсуждались весной. И как бы то ни было, Россия, Россия, но Россия для Греции это, там, 0,2% экспорта и 0,5% туристов, там, или один, и чуть-чуть еще на рынке недвижимости. Все остальное для Греции это Европейский Союз. Я, мне сложно, я не профессионал, обсуждать варианты, надо ли Греции оставаться было в зоне евро или из нее выходить. Здесь у самих экономистов нет единого мнения, но в том, что страна жила в долг все эти годы, прожирала бабки. Да, есть вина немцев, как двигателей европейской экономики, и в целом властей Европейского Союза, которые, зная, что греки не умещаются в требования Евросоюза, столько лет давали им бабки, давали, 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 а теперь резко попросили назад. Ну, тоже, как бы, можно сказать, что некрасиво, но имеют право с другой стороны. И Греция не единственная страна. Есть Португалия, есть Италия с триллионом долга, есть Испания, по-моему, с двумя триллионами долга. Там проблем системных накопилось в Европе достаточно много. Но я все-таки, как бы, воспринимаю Грецию как часть большого европейской идентичности и снимаю шляпу перед отцами Европейского Союза, которые смогли реализовать вот такой уникальный, там, 60-70 лет назад начать этот проект, хотя он формально начался значительно раньше, еще при Наполеоне, но, как бы, его формализовать. Да, вот процесс создания большой единой Европы и вот вся эта греческая история, мое ощущение, я хотел бы, скажем так, что это, да, это та помеха на, как бы, на большом пути, на большом пути создания большой Европы. Может быть, им не стоит расширяться было так, это было всегда две конкурирующих стратегии, расширение вглубь Европы, то есть укрепление связи между небольшим количеством государств с уже примерно равной экономикой, или расширение вширь, было, тогда было принято решение, там, 20 лет назад с лишним, чтобы все-таки будем принимать новых членов, поэтому стали попадать страны, которые объективно не соответствуют критериям Европейского Союза и не сравнимы с, там, Германией, Францией, Италией или Великобританией, но, значит, кто-то, может быть, и отпадет. Да, значит, возможно, будет выработана система исключения государств из Европейского, если не Союза, но, как минимум, из Еврозоны. Но я за европейцев не волнуюсь. Я считаю, что у них объективно будет шанс сохранить место большого геополитического полюса влияния в мире. Продолжение следует...